Неотъемлемым атрибутом и концептом реализации модели университет 3.0 это академическая мобильность. Уважаемые коллеги, мы выделили процесс интернационализации в базовый процесс, и это очень важно, потому что мы поняли, что если нас нет в мире, то нас мало есть и в Республике Бен-Русс. Поэтому очень приятно, что наши преподаватели откликнулись, и у нас изменяется структура и качество академической мобильности. Уже 40 наших преподавателей получили личное приглашение для чтения лекций в 24 образовательных учреждениях. Вы видите, что в прошлом учебном году их было всего 15. Рост значительный, но для этого мы тоже проводим значительную работу. Динамика академической мобильности тоже видна, я ее не буду озвучивать. Образовательная деятельность на английском языке или на иностранном языке это наша приоритетная задача. Посмотрите, пожалуйста, на эти таблички. Как мы тяжело и мучительно шли к развитию образования на английском языке. И если долгое время у нас у первой ступени была специальность, то в прошлом учебном году таких специальностей уже стало 3. Но посмотрите, недавно сказали, что магистратура это стратегический ресурс. Посмотрите, как активно развивается вторая ступень. В 15-16 году одна специальность, через год 6, а в прошлом учебном году их было уже 13. И это не просто наш стратегический ресурс, это наш и финансовый ресурс, и имиджевый ресурс, и рейтинговый ресурс. Поэтому на это прошу обратить ваше внимание. Развитие образовательной деятельности на английском языке. Университет тоже приложил достаточно много усилий для этого и организация курсов за счет средств университета английского языка для преподавателей. И вы видите, насколько увеличилось вознаграждение тем преподавателям, которые читают лекции на английском языке. Если было 19 тысяч в 16-м году, то вот в 17-м году уже 52 тысячи. Это связано, конечно, с расширением программ, но это очень такой солидный дополнительный заработок и для каждого преподавателя. Международные проекты и программы – это еще один наш ресурс. И мы ставили на одном из советов задачу. Задачи подготовки на кафедрах проектных предложений для участия в конкурсе международных проектов. И в первую очередь проектов международной технической помощи, трансграничного сотрудничества. Их есть очень много. Центр интернационализации образования готов оказать всякую посильную помощь. В качестве такого примера можно привести образовательный проект, который осуществлялся в рамках проекта международной технической помощи. Посмотрите, как он у нас называется. Совершенствование магистрского образования в области физических наук в белорусских университетах. Мы были соисполнителями этого проекта. Особо хочу обратить внимание, что из тех средств, которые были выделены на проект, они не все пошли на заработную плату. Максимум денег на оборудование и обучение преподавателей, на стажировки. В рамках этого проекта была разработана учебно-методическая документация на английском и русском языках. Она была опробирована. И этот проект является примером очень активного и успешного осуществления и использования денег международной технической помощи. Международное молодежное сотрудничество – это тоже один из основных направлений, которое показывает и говорит об имидже нашего университета. Я хочу обратить внимание на то, что наши студенты были участниками делегации, фестиваля молодежи и студентов. И имеем строительный отряд за границей, хотя хотим еще расширить практику использования возможностей этой академической мобильности. В связи с этим мы ставим задачи. Задачи пассивные. Это и провести открытый международный форум студентов. Первая такая попытка у нас была, и хотим заявить о международном форуме и направить не менее трех студенческих строительных отрядов для работы за границей.